Япон. Хасан Халитов, ты мега капитальный красавчик, брат, любим тебя ради Аллаха. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Барон, брат, что ты знаешь про Бамут? Почему Швеция лучше, чем Чея? Нет, от чего это зависит? Неужели там лучше природа? Что значит лучше? Если ты говоришь в социальном плане, то опять-таки возвращаемся к разговору Адама Делимханова. Он говорит, что социальный пакет в Чечне лучше, чем в Европе. Там платят пенсии, платят безработицу, всякие иные социальные выплаты, пособии и субсидии. А здесь всего этого нет, он говорит. Опять-таки я ссылаюсь на мнение авторитетного депутата. Если раз он говорит, значит, наверное, так и есть. Като Хархо, как тебе Норвегия? Норвегия завораживает красивыми видами. Для нас, кавказцев, наверное, Норвегия более привычный, имеет ландшафт. То есть, это горы всё-таки, очень много горной местности. Очень красиво, холодно, снежно. То есть, на глаз всё очень приятно. Очень хорошая вода. Прямо, ну это прям отдельно, наверное, надо отметить, что вообще в этих странах, в Скандинавии и в Швеции, и в Норвегии, вода из-под крана, это просто нечто. У тебя нет необходимости вообще. Ты здесь не знаешь, что такое покупать воду в бутылках. Нет, наоборот. Ты здесь покупаешь воду в бутылке, сливаешь её и набираешь из-под крана, потому что она реально очень качественная, очень вкусная вода. И вот в Норвегии вода, разумеется, очень крутая. Это то, что из плюсов. Из минусов, то, что мне не нравится в Норвегии, она какая-то... Какая-то такая... Тесная, очень тесная. Улицы тесные, дороги тесные. Всё как-то вот вжимает тебя. Это заметно. Ты когда пересекаешь границу, если ехать на машине, ты пересекаешь норвежско-шведскую границу, и вот прям ты эту границу пересёк, и в этот момент у тебя внутри твоя душа, она вот так раз, вот так расходится. Швеция, она такая прям распростёртая такая. Норвегия, она такая тесная. Дорогие дороги. Нам дороги платные. Разметка на дорогах очень непривычная. Не знаю, для меня она какая-то неприятная. Опять-таки, контраст ты чувствуешь, когда границу пересекаешь. Какая-то жёлтая непонятная разметка Норвегии, и потом раз шведская такая, белая, понятная. Это из минусов. Ну так, страна передовая, экономически очень развитая, зарплаты высокие, жизнь, разумеется, тоже дорогая, но многие, допустим, европейцы, как с прибалтийских стран, например, там, Польша, страны, Прибалтики, Латвия, Литва, они работают в Норвегии, и для них это как бы очень, ну, очень хорошо, когда они зарабатывают в Норвегии, а тратят у себя, там, в Польше или в Латвии, Литве. Это очень выгодно. В том что, как думаешь, почему чеченцам и русским удалось сохранить нормальные отношения, несмотря на вечные геноциды и войны, в отличие от армян и азербайджанцев? Не знаю. Ну, азербайджанцев с армянами, конечно, да, там, жёсткая ненависть. Почему мы не скатились до такой ненависти? Не знаю. Как-то нам удалось. Может быть, потому что всё это время этих войн, ну, по крайней мере, последних войн в Чечне рядом с нами проживали русские люди. Были те русские люди, которые сражались вместе с нами, среди которых были наши братья, да помимо этих Всевышний Аллах. Может быть, из-за этого. Не знаю. У меня нет какого-то готового ответа на этот вопрос. Было бы хорошо, конечно, если бы у азербайджанцев с армянами тоже получилось бы избежать вот этой тотальной ненависти друг к другу, но там, к сожалению, у них и у них не получилось это сделать. Пумсуа, когда Ичкерия будет свободной, можно ли будет русским там жить или хотя бы приезжать в гости? Конечно, можно. Русские люди, проживающие на нашей земле, в нашей стране, являются гражданами нашего государства. А россияне, русские, не только русские, мы должны иметь с ними нормальные добросетельские отношения, ездить друг к другу в гости, развивать туризм, работать там, чтобы могли работать у нас россияне, мы могли работать в России. Мы должны стремиться к нормальным отношениям, а не к какой-то тотальной вражде друг с другом. Аноним. Тумсо, как думаешь, уместно ли сравнивать современную Чечню с Ираном до 79-го года? И что думаешь, реализованные в Иране в форме государственного устройства Исламская республика? Я не знаю насчет уместности сравнивания, почему бы и нет, в принципе, можно любые государства друг с другом сравнивать, но говорить, что они похожи, идентичны, вот это, наверное, будет неправильно. Но сравнивать можно, проводить какие-то параллели. А что касается формы, я считаю, что у них сама форма неплохая, если бы убрать оттуда конкретный человеческий фактор, конкретных людей, то сама форма-то у них, в принципе, неплохая. Она даже во многом мне симпатична. Но из-за общей вот этой направленности, такого радикального рафидизма, его навязывания, то здесь из-за этого возникает, конечно же, проблема. Но сама модель, мне кажется, она неплохая. В том числе, если бы тебе дали выбор, где жить, какую страну ты бы выбрал, не считая Родины. На данный момент я выбираю Швецию. Меня здесь... Жизнь в Швеции меня устраивает. Япон. Хасан Халитов, ты мега-капитальный красавчик, брат, любим тебя ради Аллаха. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Барон. Брат, что ты знаешь про Бамут? Бамут – это чеченское селение, находится на западе Чечни. Я один или два раза был, бывал в Бамуте. Ну, не знаю, что еще можно сказать. Бамут, во время Первой войны, в Бамуте были очень ожезоченные бои. И Россия никак не могла взять это село, потому что оно находится на предгорье и прям на рубеже леса. Поэтому, в общем, это такое удобное для обороны было. Для нашего сопротивления было место. Поэтому Россия несла там потери, не могла взять это село. это село. В том числе, есть ли разница между западной и восточной Чечнёй? Смотря в каком плане, ты говоришь, у людей, проживающих от запада до востока, меняется диалект. Не так, что он поделён на две части, а он прямо на много частей поделён. То есть, чем восточнее там будет один диалект, чуть менее восточнее другой, другой, другой. В общем, он так меняется. Ландшафт одинаковый практически. Да и всё, в общем. Больше никакой разницы. Свет даял. Удавал. Свет там цгс. Интернет даял. Субтитры сделал DimaTorzok